здравствуйте мои дорогие подписчики сегодня мы с вами приготовим чахахбили из кур так называется это грузинское блюдо я научилась его делать прямо там в кутаиси когда жила там некоторое время и теперь хочу поделиться с вами этими секретами приготовления чахахбили нам понадобится одна курица побольше пожирнее 4 луковицы 4 помидора чеснок зелень укроп и кинза и специи 1 чайная ложка кориандра 1 чайная ложка черного перца пол чайной ложки красного перца и пол чайной ложки корицы начнем с разделки курицы в кавказской кухне курицу рубят вместе с костями мякоть не вырезают ну и мы сейчас также это сделаем так сначала мы разделаем ее на части по суставам а а потом уже будем резать как положено теперь вырежем филе потому что кель мы точно к вас не будем мы его можем оставить для бульонов и из келя очень вкусные бульоны получаются когда вы покупаете курицу вы можете эти кили оставлять замораживать а потом собрать и сварить добавить там туда какой-то кусочек еще мясо у вас получится вкуснейший бульон вот одна сейчас режем вторую останется кель вот и кель вы этот не выбрасывайте из них бульон даже вкуснее чем из всей курицы кусочки такие примерно вот не очень большие не сильно маленькие так теперь мы тушку разрежем разрежем тушку то мы будем ее измельчать это делаем все помельче этом выбросим сейчас кусочек крылышка открыто крылышко на на две части разрежем вот курицу мы все разрезали на кусочки подготовили сейчас начнем ее обжаривать следом за курицей у нас пойдет лук и мы его сейчас тоже подготовим лук режем сначала на кольцами а потом разрежем его на четыре части вот лук готов мы его нарезали сейчас будем его обжаривать вместе с курицей разогреваем кастрюлю без масла и вообще все будем делать и без масла и без воды в этом суть чахахбили все в собственном соку и выкладываем туда будем жарить курицу до корочки курицу будем обжаривать минут 10 точнее здесь образуется бульончик курица все равно дает бульон я его сливаю беру крышечку сливаю в отдельную кастрюльку чтобы потом лук по сухому здесь с ними жарился а уже когда все обжарится обратно этот бульончик добавляю вот я слила бульончик сейчас здесь все жарится подсохнет буду добавлять сюда лук а вот этот бульончик который если на потом в конце уже моего обратно дольем кладем лук и с луком сейчас все как следует перемешаем теперь обжариваем с луком курицу пусть она возьмет все ароматы лука примерно 5 до его прозрачности минут на 10 надо будет потому что куры много лука очень много это все должно прогреться все должны пожениться поэтому будем ждать вот 5 минут прошло это еще мало видите лук еще такой вот совсем не готовы ждем еще вот лук уже подошел стал мягкий давайте поперчим курочку солить пока не будем чтобы она не дала много сока она поперчить хочется чтобы этот перец остался на курица потом мы еще добавим и бульон вот и сейчас мы помешаем чтобы курочка немножко проперчилась и будем закладывать помидоры нарезаем помидоры кожицу я снимать не стала потому что она тонкая но если кожица толстая то лучше ее конечно снимать просто помидор ошпаривать и потом снимать кожицу чтобы она потом не попадалась в блюде все помидоры режем произвольно потому что они все пережарятся и у них никакого никакой формы не останется поэтому вырежьте помидор как вам нравится мелко любим чеснок 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 надо много это блюдо любит чеснок сначала я вот так вот разрезаю а потом просто его так мельчу ножом потому что так будет лучше чем чеснок дает и и так далее мелко-мелко-мелко-мелко пошли помидоры сейчас еще здесь две сейчас еще остальное доложу так вот я доложила еще две помидоры здесь у нас получается 4 помидора они должны дать сок свой и вот на этом соке и на оставшемся бульоне мы так и доготовим наши чахахбели ждем пока помидоры выдадут сок теперь я посолю посоленая на пару ложечек чайных там посмотрим если будет мало можно будет добавить пойдут наши специи кориандр красный перец и корица все перемешаем и пусть она дальше тушится теперь можно влить уже с наш оставшийся бульончик потому что видите помидоры уже дали свой бульон нам уже сухость блюда не нужна она уже все равно и так уж соки вот здесь сок лука и помидоры и теперь мы добавляем этот же бульон и жирок который мы слили с курицы и и пока пусть тушится еще вот наши чахахбели почти готово теперь мы будем закладывать зелень дальше у нас зелень пойдет укроп и кинза и кинза на зелень не скупитесь пожалуйста зелень дает блюду очень много разных ароматов поэтому зелени кладите побольше вот значит укропчик и кинза и кинза сейчас это придет у нас в наше чахарбели и дополнит его вкус намного все кориандр и укроп все мешаем питала в себя все эти ароматы и остался у нас один чеснок но это чуть-чуть попозже перед тем как выключать мы уменьшили огонь и теперь наш чехол били потихонечку привет сейчас мы добавим в него чеснок дадим еще раз большой огонь и выключим здесь чай 3 чайных ложки чеснока кажется мало но на самом деле это так чеснок мы добавили сейчас мы делаем большой опять огонь чтобы она немножечко так чуть-чуть как бы закипела и сразу же выключим и она будет преть и настаиваться вот уже закипает еще немного еще чуть-чуть и выключаем накрываем крышкой и и даем ему полчаса стоять после этого можно кушать вот наш чехол били оно получилось очень вкусное очень ароматное в меру острое если вы любите поострее добавьте немножечко томатной пасты в процессе готовки но только очень хорошего качества пишите ваши комментарии мне будет очень интересно узнать как вы изготовили чехол били ставьте лайки подписывайтесь на мой канал у нас с вами впереди еще очень много всего интересного спасибо спасибо и Продолжение следует...